Демографическая обстановка в стране не дает расслабиться ни государственным, ни местным властям. Им постоянно приходится разрабатывать новые поддерживающие рождаемость программы, либо совершенствовать старые. Вот уже несколько лет федеральное законодательство позволяет по льготным условиям приобрести свой угол, опираясь на программу жилье. В регионах эта программа имеет свои разновидности. Так, в Туле и Тульской области реализуется программа обеспечения качественным жильем и услугами ЖКХ населения Тульской области, которая позволяет региону также реализовывать программу «Молодая семья». О ней пойдет речь в рамках этой статьи. Критерии отбора молодых семей, участвующих в программе в 2020 году. Участие в любой государственной программе подразумевает соблюдение участниками целого ряда условий. Таким образом, для получения жилья по программе «Молодая семья» в Тульской области и в частности в городе Тула необходимо попадать в следующие рамки. Семья состоит как минимум из одного родителя и одного ребенка. Члены семьи имеют постоянное место жительства в одном из муниципальных образований региона. Возраст супругов не превышает 35 лет. Семья должна быть признана нуждающейся в жилье. У семьи при приобретении жилья должны быть денежные средства на выплату оставшейся части. Его стоимости свыше предоставляемой субсидии. Условия программы «Молодая семья» в Тульской области. Так же, как и любая другая программа, программа «Молодая семья» имеет ряд условий, которые естественным образом ограничивают выбор участников. Важно! Приобрести жилье с использованием субсидии, предоставляемой по программе «Молодая семья», можно только согласно установленным законодательствам норм метража на каждого члена семьи. Так, например, площадь приобретаемого жилья не должна быть меньше 42 кВН, если семья состоит из двух человек. А при условии, что членов семьи три и больше, то на каждого из них должна приходиться доля размером не менее 18 кВН. Так же семье необходимо быть признаны нуждающейся в улучшении жилищных условий в городе Тула или ином субъекте Тульской области. Для этого одному из ее членов необходимо обратиться в соответствующий орган муниципалитета Управления муниципального жилищного фонда. Адрес и телефон этого органа в городе Тула. Учетный переулок, дом 3, Телл. 31 октября 1983 года. При обращении по этому адресу стоит предоставить пакет документов, состав которого можно уточнить по телефону. Условия стоят и для приобретаемого по программе жилья. Жилье должно быть введено в эксплуатацию. Жилье соответствует санитарным нормам, не менее 18 кВН на человека. Читайте также статью, как получить помощь от государства на покупку квартиры в 2020 году документы, необходимые для участия в программе «Молодая семья» в Туле. Итак, чтобы быть признанной нуждающейся в жилье семье, понадобится собрать следующие документы. Соответствующее заявление в двух экземплярах. Справки о составе семьи, выписки из домовой книги. Документы, удостоверяющие личности всех. Членов семьи, свидетельства, выдаваемые сотрудниками ЗАГС. Решение суда о признании членом семьи. Документы, подтверждающие смену имени или фамилии. Выписка из банковского счета, открытого по месту жительства. Документы о собственности. Жилья или договор аренды. Выписка из технического паспорта жилого помещения. Справки из БТИ и Йогур на наличие у семьи недвижимости. После присвоения семье статуса нуждающейся в лучшем жилье, молодая семья может участвовать в региональной программе Тульской области. Для этого необходимо позаботиться о сборе следующих бумаг. Постановление администрации муниципального образования о том, что семья признана нуждающейся в более лучших условиях проживания. Удостоверение личности членов семьи. Свидетельство о родстве членов семьи. Сведения о заработной плате на основном и дополнительных местах работы за последние шесть месяцев. Сведения об иных доходах. Пенсии, стипендии, страховые выплаты и т. Д. за последние шесть месяцев. Заключение банка о возможности. Оплаты остальной части договора купли-продажи после предоставления субсидий государством. Процедура участия в программе «Молодая семья» в Туле в 2020 году. После получения статуса семьей, нуждающейся в улучшении жилищных условий, граждане, являющиеся ее членами в 2020 году, могут обратиться с заявлением соответствующий орган для постановки в очередь на получение субсидии. Для этого жителям Тула стоит обратиться по адресу. Бухановский переулок, дом 10А, в Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Тула. Для жителей же иных муниципальных образований региона, необходимо обращаться в соответствующий департамент по месту проживания семьи. Далее заявления будут рассматривать в течение 10 дней, после чего выносится решение. В случае положительного ответа, семья становится в очередь, по которой выдается сертификат. После получения сертификата, заявитель обращается в банк для открытия нового счета, куда будут перечислены требующиеся средства. Важно! Воспользоваться сертификатом можно не позднее двух месяцев со дня выдачи. А найти жилье необходимо в течение 9 месяцев со дня получения средств, иначе субсидия обнулится. Выплаты, положенные по программе «Молодая семья» в Тульской области. В рамках программы «Молодая семья» и ее участникам в Туле и области положена денежная субсидия. Она представляет собой безвозмездную выплату части денежных средств, необходимых для покупки жилья. В 2020 году размер субсидий следующий. В состав семьи размер субсидий двое супругов 600 тысяч рублей, двое супругов и ребенок 800 тысяч рублей, один родитель и ребенок 600 тысяч рублей, двое супругов и двое детей 1 миллион рублей, для расчета субсидий для молодых семей, имеющих трех. И более детей субсидия рассчитывается индивидуально. Причина для отказа в предоставлении программы. Власти могут отказать в постановлении в очередь на получение субсидий по программе «Молодая семья» в ряде случаев. Их может быть несколько. Возраст супругов превысил допустимый. Предоставлен неполный пак документов. Предоставленная информация не соответствует действительности. Власти решили, что вы не сможете оплатить оставшуюся сумму. Вы получали ранее субсидию по этой программе. Один из членов семьи имеет личную жилую площадь. Читайте также статью «Субсидия молодым семьям в Москве в 2020 году. Ответы на часто задаваемые вопросы». Вопрос N1. Здравствуйте. Я сейчас пытаюсь принять участие в программе «Молодая семья», действующей на территории Тульской области, поэтому изучая в интернете информацию о ней и наталкиваясь на противоречивые данные, появился следующий. Вопрос. Какова в процентном соотношении к стоимости жилья предоставляемая в рамках программы «Субсидия»? Ответ. Размер субсидий в рамках программы в 2020 году в Тульской области составляет 40% при участии в ней полной или неполной семьи. С одним ребенком и более, также 35% выплачивается семьям, где нет детей. Вопрос N2. Добрый день. У меня многодетная семья, и я слышала, что при определенных условиях мне могут выплатить в качестве субсидии полную стоимость жилья. Так ли это? Ответ. Нет, это совсем так. Дело в том, что данная субсидия предоставляется в фиксированном проценте. Однако законом не запрещено воспользоваться другими субсидиями для многодетных, что, возможно, позволит полностью оплатить жилье в счет государства. Спонсор этого видео – Центр юридической помощи «Бастион», бесплатные юридические консультации круглосуточно. Телефон центра 8 800 555 67 55, добавочный номер 769. Адрес сайта указан в описании под видео. Ставьте лайки, если вам понравился этот выпуск. Подписывайтесь на канал. Поделитесь в соцсетях. Всем пока.